то, что проповедовали Павел и Сила, они не восприняли все на веру. Сказано, что они разбирали Писание, точно ли это так? Точно ли то, что проповедовали Павел и Сила о Христе, вписывалось во все мессианские пророчества Ветхого Завета? Они исследовали Писание, чтобы сверить. Думаю, ваш пастор Брат Боб не будет против, если я скажу вам, не воспринимайте на веру все, что Он вам проповедует и чему вас учит. Разбирайте Писание, чтобы проверить, так ли это. Не воспринимайте на веру все, чему Я вас учу сегодня. Разбирайте Писание, так ли это. Потому что авторитет не я, а Слово Божие. Почему мы нуждаемся в развлечении? Во-первых, чтобы мы не были более младенцами. Колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения. По лукавству человека, по хитрому искусству обольщения. Друзья, мы с вами живем во дни, когда вокруг нас бушуют ветры различных учений. И нам никак не обойтись без развлечения, чтобы нас, как младенцев, не колебало в разные стороны ветрами всеможеможных учений. Пару лет назад мне попалась статистика, которая повергла меня в шок. Скажу в основном по баптистам. Эта статистика показывает, что 40% обратившихся на каком-то этапе взрослых жизни мормонства — это люди из баптистской среды. Почему такой высокий процент? Меня это шокирует. А такой высокий процент, думаю, потому что многие баптисты, книжники, как некоторые говорят, люди Библии, и христиане вообще знают опасно малый минимум Библии, опасно малый. До определенной степени мы знаем, во что верим, но почему верим — не знаем. И когда мы сталкиваемся с мормонством, не знаю, имели ли вы с ними дело, мне не раз доводилось свидетельствовать мормонам. Так вот, вступая в разговор, мормон говорит так же, как и консервативный евангелист, как один из нас. Я задавал им вопрос, верите ли вы, что Иисус — это Сын Божий? О, да. Верите ли вы, что Он умер на кресте за наши грехи, воскрес на третий день? О, да, верим. Они говорят совсем как мы. И вот вы видите по телевизору такую теплую, привлекательную рекламу, приглашающую в их дружную семью. И многие люди, не знающие слова, как должно, втягиваются в этот культ. И трагедия в том, что тогда уже слишком поздно. Нам необходимо развлечение, чтобы нас, как младенцев, не колебали и не увлекали различные ветры учений. По лукавству человеков, как предупреждает Павел. Друзья, если кто-то выступает по христианскому телевидению, или использует библейскую терминологию, это еще не значит, что такой человек верно трактует Слово Божье, и ему можно доверять. Среди них хватает лукавых мужчин и женщин, пытающихся обольстить нас. «Без развлечения мы не обойдемся еще и потому, что последние дни будут кишеть лжехристами и лжепророками. По словам самого Христа, ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прелестить, если возможно, избранных Матвея 24 глава». Я не из тех, кто выискивает знамения Второго пришествия под каждым кустиком и камешком, и не из тех, кто в каждом чихе Джорджа Буша усматривает знамения возвращения Иисуса. Но, тем не менее, я все более убеждаюсь, что мы стремительно приближаемся к возвращению нашего Спасителя. И не столько из-за войн, войн и слухов, землетрясений, гладов и моров, по которым, конечно, мы должны ориентироваться. Но более всего, меня убеждает появление лжехристов и лжепророков с великими знамениями и чудесами. Я убежден, что сегодня на наших глазах они восстают так, как никогда ранее. Буквально недавно, может, вы слышали о неком Тодди Бентли из Лейкланда, Флориды. Он столько шуму наделал, толпы со всего мира стекались в Лейкланд. Посмотреть на Тодда Бентли и так называемые чудеса и знамения. Сейчас он уже разоблачился, как лжепророк. Но даже избранные были обольщены. Еще нам нужно развлечение потому, что последние дни будут отмечены нездоровым учением. Давайте прочитаем слова апостола Павла. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням». 2 Тимофей, 4 глава. Апостол Павел предупреждает, что по мере приближения пришествия Спасителя, люди перестанут принимать здравое учение. Именно в таком состоянии и находится сегодня большая часть церкви. Столько из нас, даже из консервативных евангелистов, дошли до того, что не принимаем уже здравого учения. Мы хотим приходить в церковь и слушать то, что нам нравится. Мы не хотим слушать о грехе, о праведности, о покаянии, о самопожертвовании, о том, чтобы брать свой крест. Нет, нам хочется приходить в церковь за тем, чтобы польстили нашему слуху. Нам хочется слушать о нашей лучшей жизни сегодня, о нашей целеустремленной жизни. Нам хочется слушать о том, как Бог поможет нам стать лучшими родителями. Поможет нам получить лучшую работу. Подарит нам хороший дом, хорошую машину. И вообще желает завалить нас благословениями с головы до пят. И многим здравое учение уже не нужно. Они ищут, кто бы польстил их слуху. И самым выдающимся из таких листецов в наших дней я бы назвал Джоэла Остина. Пастора церкви Лейквуд в Хьюстоне, Техас. Самой большой евангельской, в кавычках, церкви в США. Несколько лет назад у Джоэла Остина брал интервью Ларри Кинг в ток-шоу «Ларри Кинг Лайв». Где он трижды задал Остину вопрос о бесключительности Евангелия. Является ли Иисус единственным путем к спасению? На что Джоэл то ли не захотел, то ли не смог ответить. Давайте посмотрим на один такой обмен репликами. «Ларри Кинг спросил, что если вы иудей или мусульманин и отказались принять Христа?» Остин ответил, «Знаете ли, я очень осторожен на утверждениях. Кто попадет на небеса, а кто не попадет? Я не знаю». Кинг, то есть те, кто утверждают, что для этого нужно веровать в Христа, ошибаются. Остин, «Ну, не знаю, ошибаются ли они. Я долго прожил в Индии с моим отцом. С их религией я не знаком, но знаю, что они любят Бога. Не знаю, я видел их искренность, так что, не знаю, могу говорить только за себя». Что касается меня и того, чему учит Библия, я хочу иметь взаимоотношение с Иисусом. Друзья, это катастрофа. Пасторы у крупнейшей церкви в США задают по национальному телевидению элементарный вопрос. «Иисус — это единственный путь ко спасению?» И вот как он отвечает. Вот что он говорит. «Ну, не знаю, ошибаются ли они. Я долго прожил в Индии с моим отцом. С их религией я не знаком, но знаю, что они любят Бога». Друзья, речь идет об индусах. Индусы не любят Бога, потому что не знают Бога. Как можно любить того, кого даже не знаешь? А он говорит, «Я видел их искренность». Он видел их искренность? Друзья, какая вам польза от искренности, если вы искренне заблуждаетесь? И далее он говорит, «Что касается меня и того, чему учит Библия, я хочу иметь взаимоотношение с Иисусом». Это слова самого настоящего релятивиста. По сути, он говорит, «Лично для меня истина в том, чтобы иметь взаимоотношение с Иисусом. Но что истина для меня, для вас может быть не истина. Что истина для вас, для меня может быть и нет. Как твердо стопы его в воздухе стоят». Меня ужасает, что пастор крупнейшей церкви страны не может ответить на такой фундаментальный вопрос. Кто-то из вас может возразить, но он ведь, кажется, забрал свои слова назад. Да, забрал. После того, как получил лавину критики за это интервью, он опубликовал на своем сайте опровержение своих слов. Но позвольте объяснить, почему, на мой взгляд, это опровержение не выдерживает никакой критики. Во-первых, по словам Христа, «от избытка сердца», говорят уста. И во-вторых, после опровержения этих слов, Остин произнес практически аналогичное на других национальных каналах. Так что опровержение не выдерживает никакой критики. Друзья, является ли Иисус единственным путем к спасению? Это ведь нетрудный вопрос, который может загнать в угол. Пастор о крупнейшей церкви в США. А теперь обратите внимание на следующий отрывок из того же интервью. Ларри Кинг спросил Остина, почему в его проповедях так мало писания.